Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о рептилиях среди людей, символике и технике исполнения желаний в новом мультфильме Лука. Мировая премьера анимационного фильма киностудии Pixar Лука состоялась 17 июня 2021 года. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Мультфильм повествует о двух морских чудовищах, которые осуществляют свою мечту в мире людей. Несмотря на то, что основной жанр кинокартины – фантастика, многие моменты в нем имеют явные отсылки к реальной жизни. За красочной историей скрывается далеко не детский смысл. Кроме того, Лука буквально переполнен символикой иллюминатов. Действие мультфильма разворачивается на побережье маленького итальянского городка, жители которого очень боятся морских чудовищ. Рыбаки неоднократно встречались с ними, когда отплывали от берега слишком далеко. Ходили легенды о том, что эти существа очень опасны. Одновременно показывают красочный подводный мир, в котором живут те самые монстры. Они занимаются своими делами и точно так же опасаются людей, считая их злобными убийцами. Сюжет строится вокруг мальчика-чудовища по имени Лука. Он слушается своих родителей и старательно выполняет свои ежедневные обязанности. Вот только мечтает Лука о том, чтобы оказаться на суше и познать неизвестный для него мир. Однажды он знакомится с точно таким же мальчиком по имени Альберто, и вместе друзья проникают в город людей, замаскировавшись под обычных детей. Там морские чудовища побеждают в конкурсе, после чего все жители города узнают, кто они на самом деле. В мультфильме одновременно прослеживается сразу две символичные линии. Первая из них связана с рептилиями, которые маскируются под обычных людей. Нам явно дают понять, что среди людей могут скрываться жуткие твари, истинную сущность которых можно увидеть лишь при определенных обстоятельствах. В мультфильме мальчики превращались в морских монстров, как только на них попадала вода. Поэтому они всячески избегали ее. Морские монстры представлены в мультфильме добрыми и совсем не опасными. У зрителей невольно возникает симпатия к ним и сочувствие по поводу того, что они вынуждены скрываться от людей и не могут быть самими собой. В конце, когда пошел дождь, мальчики показали свое истинное лицо. Сначала у всех это вызвало ужас, но затем жители города приняли монстров, смирившись с их существованием. При этом оказалось, что и другие люди на самом деле людьми не являлись. Все это подводит детей к мысли о том, что в случае появления на земле пришельцев, бояться их не надо. Напротив, нужно принять их и дружить с ними. Интересен вопрос о том, кем же на самом деле являются морские чудовища. С одной стороны, они могут быть представителями внеземных цивилизаций. С другой стороны, во многих религиях говорится, что это бесы или духи потустороннего мира, намерения которых совсем не добрые. В мультике главные герои представлены вполне положительными. Однако на некоторых моментах хорошо проявляется истинная сущность морских чудовищ. Так, когда родители Луки пришли в город искать сына, они начали безжалостно закидывать детей в воду, пытаясь вычислить своего ребенка. Вторая сюжетная линия связана с техниками исполнения желаний и возможностями людей, которые ограничены лишь нашим разумом. Изначально Лука мечтает оказаться на суше, но родители всячески внушают ему, что это невозможно, потому что очень опасно. Они говорят ему, что даже мечтать о таком нельзя. Мы не говорим, не мечтаем и не допускаем даже мысли о поверхности и земле. Ясно? Да, мам. По факту же земной мир совсем не такой опасный, каким его представляют, и в нем гораздо больше возможностей. Когда мальчик впервые оказывается на берегу, он приходит в восторг от всего, что видит. Альберто спрашивает его, первый ли раз он на суше, на что Лука отвечает следующее. Ну конечно да, я же послушный. Получается, что мечте никогда не суждено исполниться, если быть послушным, то есть следовать правилам системы и не отклоняться от них. С детства человеку внушают определенные стереотипы, из-за которых он не может расширить границы своего сознания и понять свои возможности. Интересно, что когда родители мальчика узнали о том, что он бывал на суше, они решили отправить его пожить на самое дно к прозрачному дядюшке. Ты поживешь у дяди Уга до конца этого сезона. Нет, я не согласен. Это символично показывает, как в детях с рождения гасят умение мечтать и убивают стремление к чему-то новому и необычному. Как только ребенок проявляет свою индивидуальность, его тут же забрасывают на самое дно. Сам дядюшка говорит про дно следующее. Солнечного света нет, да все равно смотреть не на что, но зато там только ты и твои мысли. То есть в мальчике собирались полностью заглушить голос души, заставив его слушать только свой разум. Однако на дно Лука не попадает. В самый последний момент он решает сбежать на сушу и обрести свободу. В целом этот момент продвигает тему разделения детей и родителей. Родителей намеренно выставляют тиранами, готовыми лишить своего ребенка мечты. Детям же дают понять, что слушаться родителей совсем не обязательно. Кроме того, им лучше не рассказывать лишнего, ведь они вряд ли поймут и поддержат. Оказавшись на суше, Лука и его новый друг Альберто мечтают прокатиться на новом мотоцикле под названием Веспа. Эта мечта кажется для них абсолютно нереальной и недостижимой. А вот бы заполучить настоящую Веспу. Да, это мечта. Однако в финале главные герои все-таки получают свое. В мультфильме содержится своеобразная инструкция, помогающая в исполнении желаний. Во-первых, свою мечту нужно визуализировать так, как будто она уже исполнилась. Именно это и делают главные герои, в красках представляя, как они уже катаются на новеньком мотоцикле. Во-вторых, важно отбросить мысли о том, что человек не достоин того, чтобы его желание исполнилось. Мальчикам неоднократно пытались внушить, что Веспа для них слишком хороша, но на пути к своей цели они пропускали эти слова мимо ушей. В-третьих, важно избавиться от страха и заглушить голос своего разума, который твердит, что ничего не получится. Именно этому учит Альберто своего друга, когда тот боится съехать с горы на самодельном мотоцикле. Ты поедешь? Нет, я не решусь! Даже за миллионы! Эй-эй, знакомая проблема. У тебя Бруно в голове. Э, Бруно? Да, и со мной такое бывает. Альберто нельзя. Альберто, ты погибнешь. Альберто, несуй в рот все подряд. Лука, это просто. Не слушай ты глупого Бруно. Э, а почему он Бруно? Забудь, это не важно. Назови его как хочешь, только заткни. В-четвертых, мечтая о чем-то, человек не должен заботиться о том, каким образом его желание исполнится. Мир сам сделает так, как нужно, а человек должен лишь переставлять ноги в правильном направлении. В мультфильме это символично показывается в тот момент, когда Альберто учит Луку ходить. Также в мультфильме говорится, что с миром бесполезно бороться, пытаясь добиться своего. Чтобы чего-то достигнуть, важно просто не бояться и идти к своей цели. Это хорошо показано на моменте, когда Лука учился кататься на велосипеде. В-пятых, человек должен четко знать, для чего ему нужно желание. Когда Лука спросил у своей подруги Джулии, зачем она хочет победить в конкурсе, она не смогла дать внятный ответ. В мультфильме подчеркивается, что целью не должны быть деньги. Узнав, что за победу в конкурсе полагается денежное вознаграждение, Лука и Альберто первым делом поинтересовались, можно ли их будет обменять на веспу. Нет, нет, продолжай! Расскажи про призовые деньги! Да кому они вообще нужны? Может, они станут веспой? Как они могут стать? В России! Ладно, ладно. А, привет! Чао! А призовые деньги можно превратить в что-то другое? Типа, как... В это! Пф, нет. А вот в это, да. В целом, моменты в мультфильме, связанные с исполнением желаний, можно назвать вполне позитивными, так как эта техника действительно работает. Проблема лишь в том, что их очень сложно выловить из общего контекста. Кроме того, положительное перемешано с отрицательным таким образом, что дети не могут отличить хорошее от плохого. Весь мультфильм буквально переполнен символикой иллюминатов. Очень часто используются так называемые числовые коды системы. Главные герои постоянно показываются напротив домов с символичными номерами. Среди них, несколько раз, можно увидеть любимое число сатанистов 13, число 22, означающее количество иерофантов, управляющих миром, число 44, символизирующие смерть. Также в мультике неоднократно демонстрируются жесты иллюминатов. Девочка Джулия показывает рога дьявола, а мама Луки делает жест трех шестерок. Этот же жест изображен на плакате с рекламой Веспы. Интересно, что когда Джулия рассказывала Луке о космосе, она сделала акцент на том, что ее любимая планета – это Сатурн, что в свою очередь дает отсылку к соответствующему культу. Главный антагонист мультфильма, который уже шесть лет подряд побеждал в конкурсе, на одном из моментов произносит очень странную фразу, дающую отсылку к веществу из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Таким образом, несмотря на то, что в мультфильме есть положительные моменты, в целом он направлен на подмену ценностей и буквально переполнен символикой. Людей приучают к мысли о том, что рептилии безобидны и могут существовать среди нас. Кроме того, детей подсознательно настраивают против родителей, показывая им, что взрослые являются лишь препятствием на пути к мечте и свободной жизни. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!